МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Реконструкция 6-й поликлиники Бийска. Гипотезы, идеи и научные открытия. Российские ученые отмечают свой профессиональный праздник. Сильные, смелые и меткие. Проверка на прочность продолжается. Итак, мы начинаем. Регистратура нового типа появилась в 6-й поликлинике Бийска. Она сделана по современным стандартам. Такие регистратуры сегодня есть в 6-ти медицинских учреждениях Алтайского края. Регистратура очень маленькая. Пациентам приходилось наклоняться, заглядывать в это неудобное окошечко. Но здесь на регистраторах было абсолютно все это неудобно. И предварительная запись, она здесь как таковая не существовала. Теперь вы видите, здесь совершенно иные вещи. Мы ушли от традиционных окон. То есть вы сейчас не видите никакого стекла. Наши регистраторы с вами работают напрямую. И общение не прерывается за счет того, что с медицинской документацией, с амбулаторными картами работают совершенно другие специалисты. Тем самым сокращается время пребывания пациента в регистратуре. И даже если к ней подходит одновременно несколько человек, то это все происходит очень быстро. Вместо узкого коридора в поликлинике сделали большой зал ожидания. И теперь нет никаких ограждений. Такая форма с одной стороны удобна, а с другой стороны операторы подвергают себя риску заразиться. Ведь пациент с оператором общаются напрямую. Однако именно так в будущем будут выглядеть все регистратуры в поликлиниках нашего региона. Единый стиль был разработан в Институте архитектуры и дизайна. Сегодня в обновленной регистратуре Бийска работают три оператора. Записаться к врачам можно по телефону, через интернет или специальный инфомат. Главная задача модернизации – улучшить условия и качество обслуживания пациентов. Следующей на очереди будет детская городская больница. Не только регистратура изменилась в шестой поликлинике. Здесь провели масштабный ремонт. Какие работы уже сделаны, а что в планах, расскажем в нашем следующем сюжете. Процедурная, прививочная, функциональная диагностика и рентген. Эти и другие кабинеты капитально отремонтированы. А еще открыты несколько новых. Для доврачебного приема, медицинской профилактики, мужской смотровой. Теперь в поликлинике появился и дневной стационар на два отделения – неврология и терапия. На ремонт двух этажей медицинского учреждения было потрачено порядка 4,5 миллионов рублей. Полностью практически мы сделали ремонт, кроме физиоотделения, которое планируется у нас летом, потому что есть определенные нюансы, уличные работы, плюс физиоотделение в лабораторном блоке. И тогда, в принципе, поликлиника полностью будет нормально функционировать. Сегодня в поликлинике работают шесть врачей – зубной, невролог и терапевты. А также шестнадцать средних медицинских работников – медсестры, фельдшеры, лаборанты. Узких специалистов в поликлинике нет. К ним на прием пациентов отправляют в четвертую городскую больницу. Ведь теперь шестая поликлиника входит в ее состав. Многое изменилось, очень многое. Изменилось в лучшую сторону. Вначале было очень много жалоб. Сейчас вопрос решили и по талончикам к узким специалистам. То есть люди уже привыкли, что если нет, на завтра будет через два-три дня. Примерно в это же время, в феврале, но только пять лет назад, врачи показывали журналистам капитально отремонтированные помещения акушерского стационара второй городской больницы. По федеральной программе на ремонт медицинского учреждения тогда было потрачено более 60 миллионов рублей. Полностью заменили систему отопления, электро- и водоснабжения. Установили новую систему вентиляции. К родильным залам подвели централизованный кислород. По программе модернизации роддом получил кровати-трансформеры. Современным оборудованием оснастили палаты интенсивной диагностики. Сегодня родильный дом второй городской больницы на грани закрытия. Оптимизация, скорее всего, связана с открытием большого перинатального центра в краевой столице. В Бийске больше 130 человек попадают под сокращение и могут просто остаться без работы. Палаты уже полупустые. И меня хотят перевезти в другую поликлибольницу в роддом, от которого я хочу отказаться. Так как я здесь уже, меня выхаживали, мне оказывали первую помощь, и теперь куда-то в готовенькую меня хотят увезти. Я поэтому против. Коллектив роддома уже направил официальное обращение к депутату Алтайского краевого законодательного собрания Андрею Абрамову. Мы следим за развитием ситуации. Татьяна Свинаренко, Иван Зяблецкий, Будни. Гипотезы, идеи и научные открытия. Российские ученые отмечают свой профессиональный праздник. Торжественное собрание сегодня прошло в Институте проблем химикоэнергетических технологий Сибирского отделения Российской Академии наук. Ученых поздравил научный руководитель института академик Геннадий Викторович Сакович. Без науки прогресса не может быть. И в этом прогрессе мы очень крепко и серьезно участвуем. И хотя нас немного, но когорта боевая. Осталось нам еще только быть более боевыми сплоченными и взаимным уважением жить и выполнять тематику. ИПХЭТ был создан в 2001 году. Его основал ученый с мировым именем Геннадий Викторович Сакович. Сегодня он является научным руководителем в институте, который проводит фундаментальные и прикладные исследования по созданию и применению высокоэнергетических веществ для обороны, медицины, промышленности и других сфер. Добавим, что в Бийске наука стала визитной карточкой города с первых дней Великой Отечественной, когда в Бийск были эвакуированы крупнейшие заводы со всего Союза. С тех пор наши ученые успешно участвуют в развитии российской науки. Благодаря именно их разработкам второй по величине город Алтайского края получил статус «Наукограда». Сегодня в свой профессиональный праздник руководство наградило наиболее отличившихся молодых ученых, которые успешно защитили диссертации в минувшем году. Активная работа молодых ученых помогает реализовать себя в качестве руководителей и исполнителей молодежных конкурсов, проектов и президентских программ. Все сотрудники у нас достаточно, еще раз повторюсь, активные, талантливые. В общем-то, с науки начинается все. Можно сказать, ни одно производство, ни одна новая разработка она не может без научной составляющей появиться. И поэтому в некоторой степени ученые формируют будущее. Будущее общества, человечества даже, можно сказать, широко. И глядя на наших сотрудников, за это будущее беспокоиться не стоит. Все будет хорошо. Сегодня, в День российской науки, мы спросили у горожан, знают ли они бийские наукоемкие предприятия и знакомы ли с их продукцией. Сегодня День науки. И какие вы наукоемкие предприятия знаете в нашем городе, в городе Бийске? В МПЦ. ИПХЭТ. ИПХЭТ Саран. Скажите, пожалуйста, а что вы знаете о нем? Ну, знаю, что они химией занимаются, различными областями материаловедения, физика. Там все на нанотехнологиях. А что производят, я не знаю. Ну, наверное, институты наши, пединститут или инвеститы технологические. Но еще предприятия, все-таки, наверное, и алтавитамины разработками занимаются лекарственными. Ну, кластер наш, который создан. Масло, облепиховые продукты, облепихи, вины с местного винограда. Ну, и что еще. Ну, и вот так услышала. Какие-то, наверное, может быть, там еще и препараты такие, лекарственные, что ли. Конечно, них-то в первую очередь был. Ну, НПО Алтай. А какие продукты они производят? Военно-промышленный комплекс. Ну, и бытовую там производили раньше, в всем случае. Понятия не имею. Там военка, знаю, а что такое, не знаю. Допустим, я работала в Восток-Вите. Там медицинские вот эти медикаменты. Делали для искусственных почек, делали соль, делали. Потом калий, магний, вот это все. Вот эта продукция шла, как говорится, в медицину. Вот. Вот такие вот продукции делали. Ну, и Валар, это Валар. Понятно. А что они производят? Вся Россия знает. Лекарства, добавки там всякие, травки. Прессуют в таблетки полезные. Вот, пропагандируют здоровый образ жизни. Ветер, снег и гололед. В Алтайском крае уже в ближайшие часы ожидаются ухудшения погоды. На территории региона объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 9 февраля, регион ожидают осадки в виде дождя и мокрого снега. Гололедные явления, метель, заносы и сильный ветер. Его порывы могут достигать 25 метров в секунду. Днем в предгорных районах может потеплеть до плюс 6 градусов. А вот 10 февраля вновь похолодает до минус 10. Сотрудники госавтоинспекции рекомендуют в это время по возможности отказаться от дальних поездок. Из зимы в лето. Такое путешествие легко осуществить, оказавшись в квартире бичанина Виктора Иванова. Он коллекционирует бабочек, которые живут в Алтайском крае. Экспонатов его коллекции уже около тысячи. Есть даже те, которые занесены в Красную книгу. У каждой бабочки должен быть паспорт в коллекции. В какой стране пойманы, в каком районе, в каком месте, на какой высоте над уровнем моря. Кто поймал? Число, месяц, год. Репница, воловий глаз, пандора. О существовании огромного количества бабочек в нашем регионе еще 10 лет назад Виктор Иванов и не подозревал. Тогда в детском саду внучки дали задание. За лето собрать коллекцию из 10 бабочек. Я думаю, откуда их соберут? Это 10 штук, а не капустницы белые летают, выгородят. Ну ладно. С Марли сделали сачок. И давай. Одну поймали. Ну, белая, белая. Вторую она другая оказалась. Третью еще другая. Интересы любопытства не позволили дедушке с внучкой остановиться. Виктор Васильевич изучил много литературы. Знает, в какое время и где нужно охотиться на крылатых насекомых. Сезон для коллекционера начинается в апреле, а заканчивается в октябре. Он ловит бабочек и днем, и ночью. Сегодня в коллекции Виктора Иванова уже около тысячи бабочек. Особенно ценные. Махаон и Аполлон. Очень красивая. Очень большая. Зависит на красную книгу. Поймаешь какую-нибудь, смотришь, а она новая. И радостно от того, что такой не было. И в коллекции прибавляется. Бабочек ловят в Бийске, в Бийском районе и в республике Алтай во время путешествий. И пока Виктор Васильевич с внучкой бегают по полям и лесам в поисках чешуекрылых, жена коллекционера рисует. Сегодня у Татьяны Комаровой уже порядка 60 картин. Гора Малая Синюха на подъемнике в Манджироке. Они у меня тут бабочек ловят, а я рисую. Вот сам муж с сачком Вика там присела, расправляет, ловит бабочек. На переднем плане вот махаончик летит. Недалеко туда-даль, в горы река Катунь бегает. Вот втроем мы все время везде ездим. Уже через 10 дней картины Татьяны Алексеевны и коллекцию бабочек Виктора Васильевича смогут увидеть все бийчане. На выставке в галерее Алтай-Таланбиск. Она откроется 17 февраля. Татьяна Свинаренко, Сергей Даровских, Будни. Сильные, смелые и меткие. Проверка на прочность продолжается. За плечами участников проекта «Настоящий мужчина-2017» четвертое испытание. Сегодня молодые люди продемонстрировали свою военно-спортивную подготовку. Я скажу, что с каждым годом требования становятся все жестче и жестче. И на этом тестировании было то же самое. Чтобы на отлично, нужна специальная подготовка. А для обыкновенного парня все ребята справились очень даже хорошо. Конкурсное испытание проходило в пять этапов. Сначала парни маршировали строевым шагом и выполняли команды старшего по званию. Затем их ожидала интеллектуальная проверка. И как показали результаты, успешно с ней справились далеко не все. А вот разбирать и собирать автомат на скорость умеет почти каждый. Кроме того, участники проекта сегодня подтягивались и отжимались. На время надевали общевойсковой защитный комплект. Завершающим этапом стало соревнование в меткости. И не просто так, а в противогазе. Самое сложное, наверное, было одевать ОЗК и пробежать в нем. Потому что почти ничего не видно. Противогаз запотевает. Ну, было сложно маленько стрелять в противогазе. Потому что тоже запотевали стекла. Ну, выбил. Ну, пристрелочный, конечно, лучше выстрелил, чем основные. Ну, а в общем, было несложно. Ну, ждем остальные этапы. Соперники все молодцы. О них там очень хорошее мнение сложилось. Ребята все спортивные, толковые, общительные. Потому что самое важное. И, ну, настрой у меня, в принципе, тоже, как бы, такой, боевой. И о погоде. 9 февраля в Бийске малооблачно. Ветер южный слабый. В первой половине дня атмосферное давление и влажность воздуха будут высокими. Далее в пределах нормы. Магнитосфера спокойная. И о температуре. Ночью до минус 17, днем 3,5 ниже нуля. На этом выпуск уже завершен. Желаю вам приятного завершения этого дня и отличного настроения. Будьте здоровы, несмотря на зиму и холода. Пусть в вашей душе живет весна. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова